Традиционный фестиваль воздушных змей, в который проводит благотворительный фонд «Сила добра», собрал в этом году небывалое количество участников. На главной площади Сыктывкара развернулись развлекательно-познавательные площадки для детей и их родителей. На одной из них организаторы предлагали попробовать себя в роли инженера-конструктора, а на второй сдать экзамен на вождении велосипеда. Ольга Ануфлева о семейном празднике. Лиза со своим папой на главную площадь приходит каждые выходные, а на этот раз ее ждал приятный сюрприз. На велосипеде девочка катается давно, но вот проверить свои навыки вождения ей пока не удавалось. Оказалось, есть над чем поработать. Мне понравилось объезжать в стоечки, брать кеглю и перемещать на другую. Не получается квадрат делать, я забиваю там стоечки. Трассы велогородка инспекторы действительно составили нелегкие, но именно такие, какие встречаются в жизни. Ребятам предлагалось пройти змейку, разворот, наклонную поверхность. Малышам без собственного транспорта тоже было чем заняться. Один из этапов велогородка – вождение веломобиля. Достаточно пройти небольшую змейку, не сбив ни одного конуса и вернуться назад. Правда, за сбивание конусов здесь не штрафуют. Однако быть повнимательнее инспекторы все же рекомендуют, поскольку количество ДТП с участием детей в последнее время увеличилось в разы. Кроме того, все чаще под колеса попадают именно несовершеннолетние велосипедисты. Поэтому мы организовали такую велоплощадку для того, чтобы научить детей соблюдение правил дорожного движения, поскольку мы разъясняем требования законодательства на сегодняшний день именно в отношении совершеннолетних велосипедистов. Кроме того, именно участвуя и проходя вот такие велофигуры, каждый ребенок сумеет научиться правильно маневрировать на велосипеде и, соответственно, грамотно управлять велосипедом по дорогам. А на этой площадке собрались любители воздушных змеев. Желающих смастерить их собственными руками оказалось так много, что волонтеры не успевали всем объяснять, как правильно собрать конструкцию. Разрезаете длину 3 метра. Можно разный цвет использовать. Соответственно, 3 метра замерили. Хвост вот этот мы закрепляем вот так, хвостовую часть. Эту здечку мы уже не трогаем. Мы сейчас с вами делаем хвост. Вот сюда мы потом завязываем, да? То есть 3 метра мы делаем. Разный цвет. Второй конец мы привязываем к утяжелителю. Это для того, чтобы у нас змей летел, и он, как говорится, набирал высоту. Соответственно, если у нас змей не взлетит, то надо немножечко хвост еще утяжелеть. Значит, надо еще одну палочку добавить. Чтобы змей взлетел, нужно еще правильно определить направление ветра и вовремя поймать его. Этому волонтеры тоже уделили большое внимание. Не трудно, но нужно соблюдать все тонкости инженерной конструкции, потому что несколько миллиметров могут сделать так, что змей не полетит, либо будет очень криво летать. Поэтому максимум внимания, опыт, навыки – это все придет со временем. Ну и потом можно совершенствоваться и добавлять какие-то элементы уже дома, на даче, со своими детьми. Цель фестиваля – подарить родителям и детям возможность вместе весело и с пользой провести время. Совместное творчество, как и соревновательный дух, как известно, сближают.